Всем привет! Ну что, вы уже сели на диеты, сгоняете новогодние оливье, салатики, селедка под шубой. Занялись этим процессом? Сейчас я вас познакомлю с классными ребятами. Фитнес Старс – это приложение в телефоне, можно использовать как приложение и как сайт. Я использую как сайт. Домашние тренировки с лучшими тренерами в Фитстарс.ру – это просто находка. Тренировки в видеоформате от 7 до 30 минут, их более полутора тысячи на сайте. Все собрано в одном месте, это очень удобно. 99 программ, полторы тысячи тренировок, 20 отдельных курсов есть, еще книга с рецептами. Например, «Тейпинг для лица» можно пройти курс, там есть несколько видеоуроков, которые пошагово вам рассказывают, что чем пользоваться, как тейпинг сделать. Также книга рецептов, много разделов, «Завтраки, обед, ужин» – все это ПП, интересные рецепты. Они пошагово засняты в картинках, ингредиенты и, конечно, КБЖУ расписаны. В общем, не сайт, а находка. Я обязательно оставлю ссылку под видео, пройдите, зарегистрируйтесь. Все в одном месте. У вас есть там личный кабинет, в котором можно отслеживать свои рекорды, достижения. Я оформила безлимитную подписку. Почему я это сделала? Потому что у них еще появились тренировки для детей от 3 лет в игровой форме. Это отличный способ приобщить ребенка к физкультуре. У меня ребенок за мной повторяет, если я занимаюсь дома, прям просто находка. По моему промокоду, я оставлю ссылку под видео, 70% скидка на безлимитные занятия. Также еще есть беспроцентная рассрочка при оплате долями. Прекрасное качество видео. Пользоваться одно удовольствие. Так что, если хотели начать в новом году новую жизнь с чистого листа, этот сайт, FitStars, это просто помощник и находка для вас. От души рекомендую. Всем привет! В видео у нас сегодня будет болталка. Поговорим немножко о менталитете турецком, о женщинах, о турчанках. Мне очень часто такой вопрос задается, или он как-то вскрывается в каких-то темах. У нас есть такая загадка. А какие же на самом деле турчанки? Очень у многих нет знакомых турчанок или подруг. Не смогли подругами стать, называют двуличными и так далее, кто здесь живет. Я как-то видео эту тему затронула. Сказала, что мне психология очень помогает с турками сходиться. Я их очень хорошо понимаю, нахожу общий язык. Мне с ними легко, потому что я знаю мотивы, их поведение, взросление, культура, элементы. В общем, что на них отражается, как на личностях и так далее. Да, это очень полезно. И вот такой вопрос, о чем же на самом деле интересуются, думают турчанки, чему сводится их жизнь. Есть стереотипное мнение, которое заблуждением является. Сейчас объясню, почему. Первый, откуда складываются стереотипы? Первый, главный стереотип вешают мужчины, у которых турки, которые вам рассказывают о том, что турчанки плохие, капризные, меркантильные. И еще всякие-всякие такие плохие эпитеты, да, которых очень плохо отождествляют, ругают женщин своей нации и своих мам. В том числе, я бы на это заострила внимание. В общем, через призму своего личного контакта, своих личных проблем, что у него не удалось. Каких-то требований, которые ему, скажем так, были от турчанки ранее. Да, он где-то потерпел неудачу, фиаско, какая-то... Короче, на самом деле, это просто рассказ о своих личных обидах и претензиях. И он так лимит всех, не забывая о том, что у него и сестра, наверное, есть, или тети, там, сестры, хотя бы двоюродные, и мамы у него тоже турчанка. То есть, он там просто некрасиво, это очень, не очень выглядит. Вы обращайте на это внимание, не равен часы, а вас не очень хорошо говорить начнут. Другой пункт, из-за чего может быть какой-то стереотип о турчанках? Здесь есть разные категории социальные. Я опять повторюсь, много раз говорила, в Турции очень важно, есть у тебя деньги или нет, какой у тебя статус социальный, что ты себе можешь позволить, как и везде, в принципе, да? Но тут остро стоят-то прям расчерченные эти грани социальные, и они же подходят под грани культурные. А что за семья? Какая культура воспитания, светская или религиозная? Корнями прям своим прошлым кланом живут? Или это светская, городская семья, там, не знаю, профессорская и так далее? Или какие-то у них там знания, учились с ним за границей и тому прочее? Это очень сильно влияет на женщин, на их интересы. Когда говорят, и это отвратительно вообще, как-то такое видео даже было в Ютубе где-то, или где-то я видела какую-то срач на эту тему, назовем так, да? Потому что все турчанки ходят в шароварах, цветочками, интересуются только алтынгеню, деньгами, бабками и турецкой кухней. Ничего больше днями я не делала себе вот так вот. Вот это вот просто. Когда я такое слышу, у меня сразу вопрос. Вы с кем общаетесь? Или где вы в этого понабрались? Или если вы с такими общаетесь, это не говорит, что все только такие в стране женщины, и у них такие интересы. Это то же самое, вот если мы берем, например, Россию, сказать, все женщины интересуются, как снять с мужиков побольше бабла, как где нарастить ногти, как сесть кому-то на шею, это я про что слышу в последнее время, как выйти замуж или от кого-то забеременеть и найти себе, например, папика. Что я сейчас сказала? Определенный стереотип про определенную категорию. Ты говори даже о том, что все в стране так живут или такие интересы имеют. Это тоже стереотип для определенного узкого профиля. Вам такой стереотип могут накидать обиженные мужики, которые будут клеймить всех женщин меркантильными. У нас словечко популярное есть, плохое такое слово, оно такой плохой негативный смысл несет, контекст, коннотацию. Хотя в Турции, например, не так. Это коннотация, естественно, здесь неплохое это слово. Обиженный мужик, с которого что-то хотели, который не подошел под определенный вид женщины, очень много хотел, мало получил. Свои обидки, вот такие стереотипы. Он может это втирать, например, иностранкам, если с ними знакомятся или вступают в отношения какие-то. Вот стереотипность. Если вы у меня спрашиваете, а что же за интересы-то у самых настоящих женщин, у турчанок, что их всех объединяет? Типы женщин могут быть разные. Это может быть женщина из провинции, из какой-то глубинки или из села. Это может быть из большого города женщина. Но у всех, вы не поверите, все то же самое, что и у вас. Запросы, интересы. Это про семейное счастье. Проблемы, травмы, на самом деле, одни и те же, такие же, как и у вас. И вопросы, о чем они думают, точно такие же, как и у вас. Если мы берем девочку такую, давайте начнем с возраста подросткового, ну не подросткового, прям, а юношеский возраст, там 20 лет до 30, то это интересы. Как выйти замуж, как встретить парня, про любовь, как с ним общаться, чтобы, не знаю, заорканить и так далее. Как удачно выйти замуж. Или также это интересно поступить в институт, отучиться, профессия, чтобы родители больше, может быть, от тебя отстали в этом плане. Маленький процент это будет девочки, которые интересуются самореализацией, какой-то эмансипацией, здесь это тоже есть. Про европейских каких-то американских взглядах, про карьеру, про учебу, образование, независимость от семьи и тому подобное. Вот в крупных городах это есть, в маленьких там это с этим все гораздо туже, это вообще практически нет. Это и гасится в самом начале. У девочек таких интересов нет, потому что у них нет изобилия, выбора. И таких интересов не возникает, в общем, у них. Затем, если мы берем средний возраст, уже когда она вышла замуж, как удержать мужа, например. Деньги, достаток в семью, дети, воспитание детей, еда, готовка в том числе, чем мужа накормить, как там дома убрать и так далее. Подружки их интересуют, свои знакомые и так далее. Вот эти связи, личные там, дружки, это вся история. Женщины постарше, когда у них подрастают дети в школы, в садики, гуляют, муж ее не гуляет, что с этим делать, как себя вести, чтобы там не все узнали, например, если это происходит, как сохранить свой брак, куда там отдать детей учиться в институт или как там дочку выдать замуж и так далее, и так далее. Вот оно все очень просто. То же самое, что и у вас. Если вы скажете, а как же карьера, развитие, вот это все, это есть. У среднего возрастного ценза категории, да, среднего возраста девушек, женщин, они об этом думают, этим занимаются, я сразу говорю, в крупных городах, таких как Анталья, Анкара, Стамбул, Измир, самые крупные, да. И работают, и интересуются всем самореализацией, но это средство среднего класса и выше среднего, кто к этому классу материальному благу стремится. Они работают, но не хотят иметь больше. Есть те, которые довольны малым, есть те, которые рожают по 5-6 детей и не думают, чем они их будут кормить. Я вам сразу хочу сказать, у меня, например, на родине в России тоже такое есть. У меня есть средство девочек, моих подруг, которые хотят, стремятся, работают, саморазвитием занимаются, деньги зарабатывают, бизнес открывают. Я знаю также людей, которые этим ничем не интересуются, а рожают детей и не думают, чем они их будут кормить завтра. От государства есть субсидии, всякие материнские капиталы, льготы и тому подобное. Такое тоже есть. Здесь просто этих льгот от общества, государства очень мало, их здесь очень много все рожают. И вообще такой халявы на самом деле про рождение детей нет. В общем, это есть все везде. А к тому, что, девочки, мы все об одном абсолютно, если в этом покопать, это призма какая-то культуры, воспитания. Но суть запросов женских, переживания, о чем они щебечат, общаются, сплетничают, интересуются, все то же самое, что у вас. Вы вообще ничем не отличаетесь, честное слово. Это те же вопросы одиночества, страх остаться одной, желание найти какого-то партнера, желание поддержки, конфликты с родителями, опека родительская. Или невнимание к себе, неинтерес родительский, все то же самое. Хотя, казалось бы, ой, наверное, в Турции такие семьянины. Да, это очень часто для вида бывает. Но внутри семейные проблемы точно такие же, как у вас, как и в вашем детстве. Так же били детей родители, когда не находили в себе сил их воспитывать правильно, с ними общаться, своего бессилия. Наверное, так же, как и в вашем детстве, или к вам родители, то же самое применяют. То есть, как и ваши родители, все то же самое. Немножко в других пропорциях, количественных. Но суть вообще не меняется. И поэтому у турчанок, о чем они думают? Да, о том же, о чем вы. Абсолютно. Я когда... У них к иностранкам есть предвзятое отношение, особенно к каким-то, ну, нордическим, да, внешностей. Такой холодный. Мне очень часто говорят, это такая холодная, когда начинают со мной ближе общаться. Мне такая подружка завелась, турчанка, по соседству со мной. Она меня знала, мы здоровались, привет, пока, как принято у соседей. Но никогда тесно не общались. И мы потом попали в такой круг с соседями, короче, с ней ближе познакомились. Оказалось, что она вообще ходит к психиатру, у нее проблемы есть. И она на антидепрессантах сидит, у нее там личные проблемы. А я говорю, я психолог. Она, о, там, и что-то за эту тему, в общем, зашло. Мы разговаривали, и она мне сказала, ты такая классная, с тобой так интересная. Я мне сколько лет тебя, типа, знаю, уходила там во дворе, не думала, что такой открытый, например, общительный человек. Я думала, ты всегда такая холодная. Я ей говорю, да, говорю, потому что у меня очень каждый день не просто работа. Я общаюсь с проблемами людей. И мой лучший отдых — это помолчать и ни с кем не говорить. Или я поздороваюсь, но я иду в своих мыслях. Я же после работы, говорю, этот стресс, который от людей беру, я его должна как-то сбросить, прожить, реализовать и так далее. У меня, говорит, есть определенные свои там фишки какие-то в этом плане. Мне надо помолчать, это пережить, обмозговать то, что я про... Мне психолог ходит к психологу, чтобы выгорания не было и так далее. Я говорю, это очень трудная работа. Поэтому я не такая хихихаха или там поверхностная или еще как-то. И у нас вот этот контакт остановился. И когда я с ней начала общаться, даже через вот этот некий барьер, который у нее был, какое-то обо мне мнение, назовем, да, со стороны, когда она видела, что я не суперфрендли, не в 32 зуба, а вот так для вида, говорю, здравствуйте, я вас так всех люблю, вот это вот во мне нет, наигранности какой-то. Я все равно... Она все абсолютно про то же, я с ней говорю, я понимаю, это то же самое, что я слушаю каждый день от своих русскоговорящих клиенток из Украины, Белоруссии, России, из Казахстана или из наших, кто в Германии живет, в Финляндии у меня есть клиентки, в Америке, кто переехал. Все то же самое, девочки. Вы ничем от этой турчанки, соседки, не отличаетесь. Ей 33 года сейчас. Ее бросил... Почему она депрессию словила вообще? Ее бросил парень. Они три года встречались. Перед свадьбой уже даже не кях был, помолвка была, до свадьбы не дошло. У нее большая трагедия, она вернулась домой там к маме, она одна жила раньше. Потом у нас болела корона, и там целый список, в общем, человек в таком вот упадке находится. По сути, я так подумаю, это все же могло быть у обычной девчонки, например, какой-нибудь из нас, и у меня, и у вас, и у всех. Это же самые проблемы. Я сейчас 33 года, она не хочет быть одна, она боится быть одна, ее прессуют родственники. Такие вот детей у тебя нет, что одна старая бабка с котиками останешься, все то же самое. Все то же самое, как у вас. Поэтому они такие же женщины, как и вы. И если вам плохо о них говорят, вы делайте выводы о человеке, который это говорит, а не о категории людей, о которых он говорит. Это просто некрасиво, если вам там гадят, хаят каким-то образом. Задавайте сразу же вопросы. Почему ты так говоришь? У тебя что, какой-то неприятный опыт? Давай поделись этим. Мне тоже интересно узнать, что у тебя там за мнение такое. Если вам это понравилось видео, то пишите, пожалуйста, в комментариях свое мнение на эту тему. Что вы думаете, как к этому относитесь. Я понимаю, что не у многих есть турецкие какие-то подружки-знакомые. Проблема с доверием, с поверхностью, с предательством и так далее. Да, такие люди встречаются. Но душевных, адекватных тоже очень много. Не опускайте руки, продолжайте, например, пытаться. Никто не говорит, что вам кто-то должен стать настоящим другом. Будьте просто приятелями, просто хорошо общайтесь. Но если вам человек плохо что-то делает, к вам плохо относится или как-то не при этом, вы не должны себя тоже заставлять сохранять общение с таким человеком. Это тоже ваше право. Спасибо за внимание. Жду ваших комментариев под видео. Если видео понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Скоро увидимся всем.